Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Родина РП Первый Сир. Не забывайте вводить мой ник в презентации. Если вы видите мой ник и провожаете третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч, и я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно введите мой ник в презентации. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, пацаны, да, не забывайте на него подписываться, потому что там выходят интересные фото и видео из моей жизни, поэтому советую всем подписаться. Ссылочка, если что, будет в описании под этим видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на инстаграм и будьте в курсе всей моей жизни, что я делаю, чем занимаюсь, там, и так далее. Итак, сегодня у нас будет интересное видео, в этом видео я буду тиновать, получается, машину. Да, я знаю, что вам возможно доел тюнинг, потому что в предыдущей серии, кто не смотрел, я тюнинговал вот эту машину, это Mercedes SL65. Я его протюнил очень жестко, вложил в нее много денег, кто не смотрел эту серию, можете посмотреть, она была совсем недавно. И сегодня я хочу сделать просто вот такую стильную Волгу Универсал, она абсолютно стоковая, я ее купил буквально там где-то неделю назад, и я вам обещал ее протюнинговать. И в этом видео мы этим займемся, а вы можете написать в комментариях, что мне с ней сделать, оставить себе, разыграть, либо подарить рыжику. Пишите, короче, свои варианты в комментариях, и посмотрим, каких мне не будет больше, и то я сделаю с этой Волгой. Все, пацаны, я предлагаю садиться нам в эту Волгу и ехать в тюнинг. Я не обещаю, что я в этой серии потрачу много денег, потому что у меня всего лишь 900 тысяч, поэтому я хочу именно сделать красивую внешку. Конечно, на эту тачку нету винилов, но можно будет ее покрасить в какой-то красивый цвет и поставить какие-то хорошие диски, и просто будет булочка, пацаны. Я на это надеюсь. Цвет я, честно, еще не выбрал, но будем что-то выбирать. В первую очередь нам нужно сейчас заехать купить баллончиком, чтобы перекрасить машину. Сейчас, получается, едем на заправку. Давайте сейчас замерим максимальную скорость. Максимальная скорость у нее 155, я видел. Да, 155 километров у нее максимальная скорость. Я, конечно, постараюсь что-то с ньютранкой сделать, но не обещаю, пацаны, потому что денег крайне мало, потому что я все деньги потратил на Мерседес. Поэтому с Волгой будет так бюджетненько, но я думаю, получится что-то прикольное. Давайте купим ремку на всякий случай, купим канистру, которая у меня уже есть, и купим пару баллончиков. Давайте я сейчас перекрашу тачку, получается, и потом уже пойдем в тюнинг. Нужно, я думаю, сначала цвет подобрать. Короче, пацаны, я покрасил машину. Да, возможно, это такое себе, она чисто такая серая, такой серый мат, грубо говоря. Просто я ее делал зеленый, красный там и так далее, ей со цвета не идет. А вот такой серый мат, ей очень даже идет. Я думаю, на красивых хромированных дисках она будет вообще классно смотреться. По-любому мы сюда, я думаю, поставим нитро, чтобы она еще боком валила. Тем более, она заднеприводная, она и так боком валит. И будь с нитросиком еще лучше валить боком, поэтому... Сейчас, короче, поедем, получается, сначала, я думаю, поставим нитро, а потом уже поедем в СТО, поставим диски и, возможно, сделаем что-то с двигателем. Ну что ж, пацаны, нитро я установил, вы можете видеть в чате, механик установил вам нитро за 50 тысяч. И теперь на ней можно, я думаю, даже наваливать бочком, в принципе. Ну, конечно, неохотно, не как Мерседес, но, думаю, если мы еще и скорости добавим, то на ней можно будет нормально так раздавать боком. Ну что ж, пацаны, вот я и доехал, теперь давайте будем тюнить свою машинку, эту малышку, я чуть ее разбил, но чуть позже ее починим, не важно. Так, винил и диски. Понятное дело, что винилов на нее нету, ну, в принципе, это логично. Так, диски. А вот с дисками, тут уже все, пацаны, четенько, диски большие, нормально стоят, поэтому я бы на самом деле вот такие ББСы поставил, но давайте еще посмотрим. Либо такие ББСы тоже неплохо смотрятся, такие диски тоже такие довольно-таки хорошие, либо такие можно диски поставить, кстати. Ну, блин, диски реально здесь очень идут, можно такие диски поставить, такие поставить. Ну, реально вариантов много, но какие именно поставить, я вот не знаю, честно. Я реально не знаю, какие поставить, потому что, как бы, можно такие поставить еще. Здесь много рисунков, это стоковые диски получаются. Блин, ну мне понравились крестами диски, вот эти тоже неплохие, но какие взять, я честно не знаю, блин, вот эти тоже, тоже неплохие. Вот эти диски я бы тоже поставил, блин, не знаю, честно, какие диски поставить. Я бы на самом деле вот эти бы поставил, но давайте посмотрим еще, получается, диски у нас, вот эти. Вот эти тоже неплохо смотрятся, за счёт того, что они с полка, они широкие, видите? Они очень широкие и будут нормально вписываться в эту тачку. Либо можно поставить вот эти диски, которые я хотел. Блин, ну, я не знаю, они тоже вроде бы как широкие, ну, я хз. Либо эти ставить, либо ставить те, что с крестами. Но мне кажется, с крестами будет лучше смотреться, поэтому давайте, я думаю, поставим их. Так, купить 120 тысяч, покупаем. Отлично, всё. Насчёт верхнего вида у нас, пацаны, всё. Ну, диски у тебя тоже неплохие, смотрите просто. Вот, выезжаем, как бы, ну, такие широкие, большие, в принципе, ну, я думаю, нормально подходят сюда. Поэтому давайте сейчас поедем и уже сделаем внутрянку. Просто по минимуму будем ставить, потому что денег не особо много. Ещё нужно хотя бы немножко денег себе оставить. Так, улучшение. Нажимаем, так, тюнинг, тормоза, двигатель, это дорогой, по-моему. Да, это дорогой, мы его ставить не будем. Давайте снизу пойдём, ну, сцепление. 190 тысяч, блин, тоже дороговато. Так, снижение веса. Снижение веса 60 тысяч ставим. В принципе, это не так уж и дорого. Так, резина. Резина у нас 90 тысяч, разгон максимальный ставим. Потом подвеска. Подвеску мы, наверное, делать не будем. Да, 290 тысяч. Так, трансмиссия, смотрим. 200-300 тысяч тоже делать не будем. Ну, в принципе, всё. Я не думал, что нужно ещё что-то ставить, потому что оно всё дорогое. Поэтому просто по минимуму ставим сюда на машину. Кстати, видите, какой-то бах. У меня задняя крышка развилась, и здесь появились номера какие-то. Ну, небольшой такой бах у этой машины всё-таки есть. Ладно, давайте тогда выезжаем, в принципе. И уже починю её, и посмотрим, как она уже выглядит. Так, чиним машину, отъезжаем. Ну, блин, тачка довольно-таки реально прикольная. Вот, смотрите, бачком тоже нормально ходит, именно с нитро. На большой скорости, с нитросиком, она нормально так в фуорозы ходит. Бачком она, пацаны, идёт довольно-таки неплохо. Давайте максималку замеряем. До этого максималка была, по-моему, на 155, если я не ошибаюсь. Сейчас максималка у нас 163, я видел. Максималка, пацаны, не очень увеличилась из-за того, что я мало тюнинга поставил. Потому что денег в обрез, пацаны, но 600 тысяч осталось, и всё. Поэтому, что смог, пацан, то сделал. Ну, получилась такая стильная Волга на чёрных таких красивых дисках. Ну, реально неплохо выглядит. Я бы себе такую в жизни хотел бы, пацаны. Теперь осталось решить, что с ней делать, пацаны. Пишите в комментариях. Либо её себе оставить, либо разыграть, либо просто подарить Рыжику. Я думаю, вы уже разберётесь в комментариях. Просто пишите в комментариях свою идею, что с ней сделать. И я уже решу потом, возможно, в следующей серии, там, либо через серию, уже решим, что с ней сделать. Ну, а так, вот такая вот получилась Волга. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мы в этой серии поставили тюнинг. Немножко улучшили там двигатель. И сделали внешний вид. Я считаю, что это очень круто. Поэтому ставьте лайки. Повторюсь, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Войдите в мой ник при регистрации. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok